Последний рабочий день этой недели начался для актюбинцев неспокойно. Приблизительно с трёх часов ночи в двух районах города были слышны звуки сирен полицейских машин и выстрелы. Первые видеокадры появились в сети в пять утра. Это происходило на рассвете в районе улицы Арынова. Примерно в это же время стрельба началась и в старой части города. На часах 9.00. Несколько улиц в квадрате Алтенсарина, Саубарака, Айтики-Бижен, Кужабатыра оказались закрыты и для транспорта, и для пешеходов. Антитеррористическая операция в нашем городе продолжается. Действия по захвату преступников в настоящее время проходят в старой части города. Оцеплен район магазина «Отрар» областного планетария, КНБ и Элегского отдела полиции. На территорию не пускают спецпосты, выставленные специально для того, чтобы обезопасить граждан. Все машины заворачивают на улицу Шернияза с этого перекрёстка. Каких-либо сведений о ходе самой операции, а также о жертвах и пострадавших до настоящего времени не поступало. Впрочем, как официальных комментариев. В ходе проведения спецоперации, которая началась по данным КНБ в 3.45 местного времени, были эвакуированы жители близлежащих домов. Большинство прохожих терялись в догадках о происходящем, но послушно исполняли требования силовиков. «Кто говорит, кто бомба в торговом доме. Кто говорит, здесь 7 человек ловит. В этом здании, в красном здании, в зеленой крыше работает кто-то. Какие звуки выстрелов слышали?» «Нет, я только подошел недавно». «Ну не пускают, он стоит, наряд не пускает. Казак телеком не мог пройти. А что слышно? Вот сами стоите, наблюдаете?» «Да ничего, ничего пока не слышно. Тишина». «Сами как предполагаете, что проводится?» «Ну, ловит этих террористов». «Здесь я наблюдаю за событиями. Что происходит, можете сказать?» «Я вот не знаю, вот только пришел, наблюдаю. Потому что я прогремел взрыв, вроде гранаты, по-моему, бросили. Вот и все». «Сами как предполагаете, что проходит?» «Ну, по ходу этой ликвидации там, наверное. Наверное, нашли, засекли кого-нибудь. Вот и все». «С утра хорошее оцепление выставлено. Одиночных прохожих спокойно разворачивали, предупреждали. По всему кварталу. Движение машин тоже было ограничено. Такой суеты какой-то не было. Люди все спокойные. Потихоньку на отмашку реагировали полицейские. Свободно проходили. Все, такого что». «В чем причина, полицейские не объяснили?» «Ничего не объясняли, просто молча, спокойно говорили. Позвонил с утра на Москву, с полпятого, на район наш, Москву. Там у ребят перестрелка была с полпятого. Точно так же военные ходили». Приблизительно к 10 часам утра в районе антитеррористической операции прогремел взрыв. Чуть позже с места событий выехали БТР, спецтехника и автобусы с сотрудниками подразделения. Однако операция еще продолжилась. Как сообщил Инферфакс, со ссылкой на КНБ в доме по улице Некрасова была заблокирована группа террористов. На предложение сдаться они ответили стрельбой. В ходе спецоперации четверо преступников были уничтожены. «Спецоперация по задержанию преступников сегодня продолжалась с раннего утра и в районе Москва. В частности, на перекрестке Месоедова-Арынова были выставлены ограждения и стянута спецтехника и боевые подразделения. Улица была перекрыта, операция продолжалась до 10-25. Буквально сейчас все завершилось, движение открыто, и спецмашины покинули это место». Жители соседних домов старались избегать камер, но некоторой информацией все же поделились. «Пошли на работу, да, ничего не видели, ничего не слышали. Все закрыто, перекрыто». «Тихо, выстрелов не слышно?» «Не слышно ничего». «А вы что-нибудь добавьте?» «Ничего не могу». «Вообще ничего не слышите? И не видите? Не зря вы очки одели?» «Что слышали ночью?» «Ничего не слышно». «А утром?» «Утром ничего, только что это вышло. Все. Что увидели, ничего не увидели». «Я услышал выстрелы ночью, вышел на улицу. Здесь проехал черный джип, полицейские его преследовали. Стрельба началась. Потом видел, как лежал один полицейский, не знаю, убит или ранен. А за рикопластом, похоже, террориста убили. Там он лежал». В подтверждение сказанному, полицейский УАЗик с изрешеченными пулями лобовым стеклом. Его транспортировали на буксире, плюс присутствие спецмашин-криминалистов, которые к этому времени также покинули место событий. Часть сотрудников завершала какие-то действия во внутреннем дворе здания «Рикопласт». Позже в Инстаграме появилось фото якобы убитого наарыного террориста. В 14.37 пресс-служба КНБ сообщила о завершении активной фазы спецоперации, которая продолжалась 7 часов. По ее итогам были уничтожены пятеро предполагаемых террористов, легкие ранения получили двое сотрудников полиции, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Ирина Гудь, Алексей Уразов, программа «Факт».